Здравствуйте! В эфире программа День города и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Зажгли свечи в честь героев. На Скорбящинском мемориале почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Деловые переговоры представителя регионального Кабмина выступили на Алматинском бизнес-форуме. На заседании Рязанской городской думы депутаты утвердили дату дня города – 7 августа и наделили себя полномочиями согласовывать кадровое назначение. Сегодня на Скорбящинском мемориале в 4 утра зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Память павших почтили минуты молчания. В годы войны на фронт ушли 300 тысяч рязанцев. Не вернулись домой или пропали без вести 180 тысяч. На площадке перед Вечным огнем участники акции выложили из свечей слова «Я помню». Напомню, свеча память – это международная акция, участники которой с 2009 года. Ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и всех павших в боях за Родину. 22 июня стало одной из самых печальных дат в истории. 80 лет назад, в 1941 году, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война и до сих пор, 80 лет спустя, в России отмечают День памяти и скорби. Марков Василий Андреевич пропал без вести. Над площадью Победы звучат имена павших в войне рязанцев. К каждому имени есть дополнение. Пал в бою, скончался от ран, пропал без вести. Не все они получили звание героев, но стали воинами, которые сражались за свою Родину. В их честь прозвучал троекратный залп оружейного салюта, а все собравшиеся почтили их память минутой молчания. Возложение цветов приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава муниципального образования города Рязань Юлия Рокотянская, глава администрации Рязани Елена Сорокина, руководители организаций и ведомств города и области. Возложение цветов приняли участие День памяти и скорби – событие международное. Во многих странах бывшего СССР проходят памятные мероприятия. Возлагают цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. В России на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги. На кораблях ВМФ – андреевские флаги. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». В День памяти и скорби Николай Любимов в Казахстане возложил цветы к вечному огню в память обо всех павших в годы Великой Отечественной. Представители регионального кабмина выступили на Алматинском бизнес-форуме. Нас интересует развитие предприятий бизнеса, промсектора и торговли. Максим Васильев продолжит. Для Казахстана, как и для всех нормальных постсоветских государств, 22 июня – тоже трагическая и значимая дата. В День памяти и скорби Николай Любимов вместе с генконсулом России в Казахстане Татьяной Барышниковой возложил цветы к вечному огню Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. 22 июня памятен для всех стран и народов, прошедших через войну, заявил губернатор Рязанской области. Впрочем, визит рязанской делегации в Казахстан связан не только с протокольными мероприятиями. Опыт развития технопарка, да и вообще специальной экономической зоны – одна из ключевых тем. Именно поэтому в составе группы представители крупных рязанских компаний взаимную выгоду обозначили пафосно – бизнес-миссия Рязанской области в городе Алматы. Рязан расположен возле крупнейшего оборудования Европы – это Москва. И, как мы слышим, очень много экспорта ориентированных предприятий там расположено. Строительные материалы, агрокомплекс, краски и так далее, и так далее. Все это мы услышали и познакомились непосредственно с бизнесменами. И город Алматы, он открыт для таких крупных компаний. Мы готовы открывать совместные предприятия. Внешнеторговый товарооборот Рязанской области с Казахстаном за 2020 год составил около 40 миллионов долларов. Стороны хотят большего, и шанс на это велик. Нюансы Николай Любимов предложил обсудить на форуме «Дни международного бизнеса», который пройдет в Рязани в сентябре этого года. Максим Васильев, телекомпания «Город». На заседании Рязанской городской думы депутаты утвердили дату дня города – 7 августа. Наделили себя полномочиями согласовывать кадровые назначения. И почти единогласно приняли отчет Елены Сорокиной, вопреки громким заявлениям в социальных сетях. Главная интрига заседания Рязанской гурдумы – реакция депутатов на отчет мэра Елены Сорокиной. В кулуарах ходили слухи, что доклад признают неудовлетворительным и не исключено, что возникнет вопрос ее полномочий. Впрочем, единства во мнениях не было, это подтвердило и начало сессии. Очень много времени народные избранники потратили на процедурные перепалки. Камнем преткновения стал вопрос публичных слушаний, не обозначенный в повестке. Коллеги, еще раз призываю вас. Это важнейший документ города Рязани. Это устав, по которому живут все жители города Рязани. Так, призываю вас относиться к этому очень-очень бдительно. Прежде чем вносить какие-то изменения, пожалуйста, предоставьте все это в письменном виде. Они сначала давай внесем, давай проголосуем, а потом принесем что-то и будем рассматривать. Коллеги, так нельзя. Еще раз вас, пожалуйста, прошу поступить, как я вам предлагаю. Спасибо. Уважаемые депутаты, предлагаю продолжить заседание Рязанской городской думы. Владимир Владимирович, один вопросик уточняешь. Я так понимаю, даже если я подготовлю этот документ, то никто его рассматривать не будет. Правильно понял? Сергей Атеевич, как только перед глазами у меня будет документ, я как спикер готова внести в повестку заседание Рязанской городской думы, чтобы все депутаты знали, о чем идет речь и что мы будем рассматривать. А вот доклад Елены Сорокиной был более материален. В нем, правда, превалировали превосходные тона. Несмотря на расцвет ковида, Рязанская область, пусть и ненамного, но прибавила в объемах промышленного производства. В городской казне до 5 миллиардов возросла цифра собственных доходов. В целом бюджет города по доходам за 2020 год исполнен в сумме 12,9 миллиардов рублей. Или на 99,4% к утвержденному плану. И на 105,5% к уровню 2019 года. Межбюджетные трансферты получены в объеме 7,8 миллиардов рублей, что составляет 96,3% к плану и 110,7% к 2019 году. Впрочем, все эти цифры и так доступны любителям статистики. Главное – вопросы мэру от депутатов, начиная от работы ливневок и заканчивая тотальным контролем фунда капремонта. Понятно, что вопросы были отправлены заранее, никакой импровизации, но даже в этом формате мэр города пыталась быть погруженный в тему. Протяженность городской канализации составляет около 100 километров. На регулярной основе ведутся работы по содержанию и ремонту объектов сети ливневой канализации. В отчете действительно указано, что в 2020 году на содержание ливневой канализации было направлено около 22 миллионов рублей. Из них чуть более 18 рублей на содержание и около 4 миллионов на ремонт. На данный момент у нас есть инвентаризация ливневой канализации Московского района, инвентаризационный анализ состояния сетей ливневой канализации Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов с краткой характеристикой их технического состояния и фотофиксацией проблемных участков. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на следующие участки. Улица Железнодорожная от Горбатого моста до реки Лыбедь, улица Семинарская до Врезки в существующий коллектор, Первомайский проспект, включая и участок под путепроводом. Ориентировочная стоимость работ составляет около 300 миллионов рублей. И это только три участка. Несмотря на предсессионные расклады, доклад Елены Сорокиной городской парламент принял почти единогласно. Интрига развалилась сама собой. А все негативные прогнозы оказались несостоятельны. Не в последнюю очередь, конечно, из-за твердой политической позиции по резонансным вопросам, концессии водоканала и стратегически важным муниципальным предприятиям. И эта точка зрения с мнением депутатского корпуса совпадает полностью. Но кое в чем исполнительной власти нужно срочно прибавлять. За мою бытность депутатом впервые глава администрации занимает такую однозначную позицию по таким важным вопросам. Но при этом не можем не заметить, что у нас есть очень много хозяйственных проблем и хозяйственных вопросов, которые требуют серьезного внимания и решения. Кадровая чехарда в муниципальных предприятиях городской парламент не устраивает категорически. Именно поэтому специальная поправка депутата утвердили свое право согласовывать все назначения. Впрочем, еще одно положительное решение на законопроект о проведении публичных слушаний для инициаторов может оказаться первой победой. О своем протесте на незаконность этого документа уже заявила прокуратура. Максим Васильев, телекомпания «Город». Сделайте заключение. По мнению госавтоинспекции, мототранспорт – один из самых опасных транспортных средств. Эту самую опасность он представляет как в неумелых руках, так и под управлением водителя, переоценившего свои возможности. За дни только прошедшие выходные мотоциклисты нарушили ПДД 71 раз. Контроль инспекторов за этим видом транспорта вырос. Мотоциклистов останавливают на оживленной трассе. На выезде с ремонтируемого моста на улице Солнечной. Начинают стандартно, с проверки документов. Прокалываются и здесь. Одного из мотоциклистов лишили прав, но он все равно сел за руль. Теперь своего железного коня он увидит не скоро. Да еще и кошелек опустеет на сумму от 5 до 15 тысяч. На сегодняшний день в Рязани области зарегистрировано 51 ДТП с участием мототранспорта. В этих авариях больше 50 человек получили травмы и пятеро погибли. Сейчас сотрудники госавтоинспекции усилили контроль за этим видом транспорта. Наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения, которые допускают водители мототранспорта, это нарушение скоростного режима, неиспользование мотошлемов и другой экипировки, управление транспортными средствами, не имеющие такого права, неподчинение сигналам регулирования, несоблюдение требований дорожных знаков и дорожной разметки, а также нарушение правил проезда перекрестков. В ГИБДД напомнили, что мотоциклист на своем транспорте всегда должен быть застегнутым мотошлеме. Если есть пассажиры, то шлем надевают и они. Детей до 12 лет перевозить и вовсе запрещено. Ну и правила ПДД также следует соблюдать. И тогда и мотоцикл останется при вас, и кошелек на штрафы не опустеет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше информации вы можете получить на нашем сайте город62.тв, а также в группе в социальных сетях. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова